Так, мама Бобриха начинает свой тяжелый трудовой день. С огромными усилиями она перенесла более пяти тысяч разных деревяшек. Привет всем выжившим! Ну что ж, нам публичный тестовый сервер завезли обновление. И это значит, что мы можем взглянуть на легендарные перки, новые события, ну и конечно же новый интерфейс по поиску группы. Но в этом видео мы скорее остановимся на легендарных перках. И кстати, в описании под видео будет ссылка на более детальную информацию. Так что переходите, не стесняйтесь. Ну что ж, и свою первую легендарную карту мы сможем получить на 50 уровне. Дальше на 75, 100, 150, 200 и 300. То есть всего мы можем поставить себе 6 легендарных карт. И хотелось бы сразу высказать свое небольшое мнение. Потому что сейчас игроки и так слишком сильные. И как по мне, следовало бы или их ослабить, либо усилить тех же противников, увеличить количество наносимого урона, либо увеличить количество здоровья. Потому что легендарные противники чаще всего живут не дольше секунды. И легендарными перками разработчики скорее только усилят игроков. И сделают скорее еще хуже. И кстати, легендарные перки работают отдельно от ваших навыков спешл. То есть не важно, как вы прокачали персонажа. На момент записи видео нам представлено только 16 легендарных перков, которые мы можем изучить и попробовать. И я, пожалуй, остановлюсь на некоторых из них. Итак, после получения 50 уровня мы можем выбрать свой первый легендарный перк. И, соответственно, начать его прокачивать. Но для этого нам потребуются новые очки, которые мы получаем за переработку своих карт. И если раньше мы получали уровни только для того, чтобы похвастаться перед друзьями, то сейчас это более чем оправданно. Ведь для полной прокачки этих карт потребуется довольно много очков. И по-хорошему, каждому из нас стоило бы попридержать свои очки способностей. Ведь если ничего не изменится, то нам потребуется их довольно много. И по-хорошему было бы со стороны разработчиков дать возможность игрокам сбросить весь свой прогресс. Например, есть такая карта под названием Fallow Touch, которая по своему принципу напоминает отбивной молоток. То есть, начиная свою атаку со скрытной, мы увеличиваем весь последующий урон по этой цели. На 10, 20, 30 и 40% на максимальном уровне карты. Если я правильно понял эту карту, то каждый второй игрок с дальним оружием будет начинать свою атаку из скрытности, вне зависимости от того, на какой билд он был прокачен. Что по сути делает боевку весьма однообразной. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Дальше из карт, которые мне, пожалуй, приглянулись, это серия карт, где в случаях смерти нашего противника есть шанс того, что он подорвется. Что делает, по сути, билды на взрывной урон еще более актуальными. И, пожалуй, последнее, что мне понравилось, это карта, которая дает нам сопротивление радиации и при этом еще выводит радиацию из нашего тела. Причем на данный момент в игре есть карта под названием «Поцелуй солнца», которая уже выводит из нас радиацию, правда, в светлое время суток. А это получается мало того, что выводит из нас радиацию, так еще и дает нам сопротивление радиации. Так и она работает 24 на 7. Получается, зачем нам тогда «Поцелуй солнца»? Ну, зачем вообще это все? Но, пожалуй, в дальнейшем у нас появится больше легендарных карт и больше выбора. А сейчас пока как-то так. В любом случае, я надеюсь, что с вводом единой системы уровня противников, где уровень противника будет прежде всего отталкиваться от вашего, разработчикам удастся как-то все-таки ослабить игроков. Но время покажет. Кстати, попробовать грядущее обновление может каждый из вас. Для этого достаточно в лаунчере Bethesda скачать Fallout 76 PTS, и вы сами можете все увидеть. Также там дается три прокачанных персонажа. Каждый из них будет в своей экипировке, броне и с оружием, поэтому скучать вам не придется. Ну и на этом, пожалуй, все. Обязательно переходите по ссылке ниже под роликом, пишите свои мысли по поводу грядущего обновления. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»!